Всем здравствуйте, мои дорогие друзья! Тема сегодняшнего видео будет «Как выйти из матрицы?». Нынче много можно встретить интерпретаций того, что такое матрица, как из нее выйти и что с ней вообще делать. Надо ли вообще из нее выходить в целом? Выход, как таковой, из матрицы я вижу в том, чтобы научиться любить все то, что здесь есть. Это единственный выход. Поэтому мы всегда слышим фразу «Любовь спасет мир». Поэтому даже в самом фильме «Матрица» нам показывается любовь между мужчиной и женщиной, которая потом все воскрешает, которая все делает таким прекрасным, каким оно есть. «Матрица» для того и создана, чтобы каждый из нас, человек, во-первых, осознал свою божественную суть, вспомнил, кем он является, и уже потом начал вырабатывать как можно больше энергии любви и света для этого мира. Потому что мир, он гармоничен и справедлив. И он сделан таким образом, что нам даже и не снилось. В том плане, что человек имеет все проблемы в основном, когда пытается свою двухкомнатную модель мышления применить относительно всего того, что придумал и создал Бог. Очень сложно в некоторых жизненных ситуациях понять, что на самом деле все гармонично и справедливо. В этих ситуациях нам приходится что-то преодолевать. Это какие-то трудности, болезни, какие-то испытания. Но каждый раз, когда мы что-то новое преодолеваем, мы становимся сильнее. И потом многие люди в основном благодарят за те самые трудности, которые с ними происходили, потому что именно они нас сотворили теми, кем мы являемся на данном участке, моменте, в данном времени. Поэтому, чтобы выйти из матрицы, здесь нужно все полюбить таким, какое оно есть, без надобности это осуждать, без надобности пытаться это постоянно менять, и без надобности навешивать свои ярлыки, как оно должно быть. Мир всегда был, есть и будет. И мы в нем гости. Так вот, для того, чтобы быть благодарным гостям, нужно в первую очередь полюбить себя, понять, как это работает. Ведь многие люди стараются помогать другим, хотя себя не любят. Многие люди пытаются сделать что-то для других, хотя для себя вообще ничего не делают. Соответственно, энергия получается холостая. И здесь очень важно понять, что не может несчастный родитель сделать счастливым своего ребенка. Не может происходить такая ситуация, что несчастливый муж или жена сотворяют счастливую пару. То есть, все всегда внутри нас находится. И очень важно понимать, как с этим работать и что с этим, собственно говоря, делать. До новых встреч, друзья! И желаю всем приятного выхода из матрицы!